Вот вы опять злой-злой. В который раз вам уже говорю, нет во мне никакой злости. Можно даже эксперимент чистый провести. У меня два хобби. Один это съемки небесных тел, афоризмы, луны. Второй это афористика. Ну если там, где находится линия терминатора на луне в момент съемок, для моего настроения что-то расскажут, то афоризмы, которые я пишу, по-моему, вполне объективно могут показать мое настроение. Просто предлагаю сейчас, прочитаю то, что я в последнее время написал. Можно будет составить впечатление, в каком я настаиваюсь находиться. Злюсь я на когось. Или у меня просто глумливое настроение. Причем глум не от слова английского глумка. Блум, наверное, свести. Блумливое настроение. Россия это когда в промежутке между ножками Буша, яйцами Эрдогана определяется, кто будет получать хлебные карточки, а кто спецпоек. 23 декабря 2023 года. Написал, РФ, выборы 2024, Дунцова против Путина, Белоснежка против, Дунцова versus Путин, Белоснежка против Гнома. Если нет ради чего умереть, значит нет ради чего и жить. Но это философское. Гомосексуализм это палка о двух концах. Павел, очень депрессивный, афорист. Гомосексуализм это палка о двух концах. Дальше. Россия это когда 1984 не роман, а инструкция. Жест доброй моли. Россия одним словом сволочевата. Так, кадровый военный. Это длинно. Харьков, Харьков, я отчаянин Харькова. Это когда на стрелке ты заезжего и объясняешь, что градусник это не стекляшка. Махачкала. Махачкала, два слова. Это я события в городе, когда евреи в России они искали в Махачкале, в аэропорте. Махачкала, два разных слова. Black Swan versus Old Man. Черный лебедь, зачастую белая ворона. В России я своего от войны отличаю за тем, что и гробовые сына доставляют одним пакетом. Россиянин помни. Даже в сказочном мире Толкина мнение пещерного гнома не является истинной последней инстанцией. Лавровый венок, чтобы светлым не затмевал им лысина. Это не про Лаврова. Ну, секрет стрессовой уточивости Путина в том, что у чемоданчика двойное дно. В общем, я думаю, достаточно. Я не злой совершенно. К оккупантам, россиянам я испытываю. Ну, ближе всего, понимаете, кто брезгливый из вас, тот меня поймет. Как будто источающий гной таракан ползет огромный, жирный, оставляя за собой мокрый след гнойный на полу. Ну, вы на него злитесь, или вы его боитесь, или что вы испытываете. Причем, для полноты образа, представьте, что он еще и ядовитый таракан, если он вас укусит, то вы умрете. И да, в принципе, я действительно попрощался со своими родственниками, родными, близкими. Я сказал, что ребята, вы поймите, всякое может быть. Погибают же ребята, и сослужимцы мои погибают. Я понимаю, что со мной может то же самое. Ну, я им объяснил, что я к этому готов. Я, в общем-то, думаю, что так надо делать, надо защищать свою страну, надо. То есть, это того стоит, я считаю. И горжусь, понимаете, мне там полсотни лет, мне все время рассказывали о том, надо гордиться дедами, и я не понимал никогда, как я могу гордиться тем, что мой дед воевал против фашистов. Я к этому не имею никакого отношения. Я там могу гордиться действиями своего сына. Я какое-то там участие в воспитании принимал. Но деда, то есть, за десятилетия до моего рождения что-то сделал дед хорошего, да? Воевал против немцев. Я, вот, когда я воевал там же, где мой дед воевал против оккупантов немцев, а я ровно на тех же местах воевал против оккупантов рашистов россиян то есть я понимаю почему я могу собой гордиться я понимаю что даже если меня грохнут то вот этом предметом обо мне будут рассказывать так как меня моим дети рассказывали прадеде прадед погиб жить жив остался так что нет никакой боязни я вообще не понимаю там боясь смерти как можно бояться того что в общем то неизбежные миллиарды людей занимается этим на протяжении столетий переживать бесполезно всех не переживешь еще один хороший афоризм если вам не для чего не за что умереть вам не для чего и жить нет ради чего и жить да это кстати свежий афоризм понятно так что на стране у меня глумливая никакой не злой презрение зне вага о гида ну как тут очень колоритный украинский язык показывает мое отношение как у панта но никакой злости но как можно злиться на распространяющего гниль по твоему дому таракана он тебе противен омерзительный но понятно